всем привет сегодня будем общаться с очень интересным моим знакомым за которым я слежу в сфере маркетинга вот он специалист по трафику вот и преимущественно у него аудитория во вконтакте вот недавно начал видеть что он ведет свой блог в инстаграме вот и решил с ним провести такой прямой эфир совместный вот поговорить о маркетинг трафик ну и про все остальное что с этим связано сейчас подождем его туда так а еще я купил себе держалку наконец-то для камеры вот чтобы не мучиться с тем чтобы держать это в руках вот супер удобно константин тут принять привет привет здорово как связь да все окей огонь чаре пост делаю куда нам надо или тут не как-то в инстаграме там отображается сразу что типа тифер запустился а огонь прекрасно поэтому все валят и звука сюда всем привет расскажи расскажи про себя ну я тебя знаю моя аудитория может тебя не знаю так скажи чем занимаешься про свой паблик вконтакте хорошо зовут константин григорьев макс позвал меня позвал меня здесь с вами пообщаться собственно занимаюсь маркетингом уже на лет шесть начинал вообще с размещений на авито и это было ну как бы поиск себя потом таргетом я очень долго занимался потом я занимался получается запусками ну и до сих пор занимаюсь запусками у клиентов сопровождаю запуск курса и еще сейчас у меня есть программа где специалисты приходят я им делаю контент-план они по нему пишут и получают себе клиентов вот такая штука по цифрам могу рассказать среднем например кто пишет посты по контент-плану и специалистов могут заработать плюсом 100 тире 200 тысяч рублей но еще зависит от уровня человека если он пришел и он делает миллион то ему легко сделать 500 тысяч потому что он умеет зарабатывать да а есть еще запуски которые я проводил с клиентами ну и также себе запуски тоже делал себе запуски делаю уже наверно года четыре первый курс мой был записан в декабре 2017 вроде вот это было по таргету я вот тогда человек на на 70 собрал как собрал просто писал контент то есть и таргета налил ну то есть по простому все было вот с личной страницы вконтакте тогда у меня не было группы вконтакте в основном я двигаюсь вконтакте в инстаграме я всего лишь месяц то есть я даже не знаю как здесь но некоторые тонкости я вот недавно stories спрашивал как сделать стрелки такие мигающие я видел да я настолько здесь недавно хотя когда я начинал это было там лет пять назад у меня даже были клиенты на инстаграм ну то есть тогда получается я тогда делаю таргет вконтакте и таргет инста у меня была пара клиентов потом я на вконтакте полностью сфокусировался вот по поводу запусков себе запусков сделал штук 15 может больше самые разные разные темы брал там и про заголовки и про пиар и про таргет и про контент много всего было разного и группу я свою создал вконтакте она называется толчок григорьева ставьте лайк если любите толчки вот создал эту группу это было года три назад точнее она у меня была древняя группа там как-то называлась а-ля таргет смм что-то такое и получается что потом я ее переименовал переименовал ее не просто так а после того как сделал консультации и один из чуваков который получил результат написал мне типа спасибо кости за толчок я в тот момент осознал что я продаю не консультации а толчки ну типа мотивашку к действию он заработал там тысяч 150 плюсом и соответственно я потом создал опрос в группе как назовем мою группу один из вариантов был толчок григорьева и за него больше всего проголосовали и собственно я переименовал группу вот так такая тема да я за тобой слежу у меня ты ассоциируешься с специалистом который умеет прикольные креативы делать да то есть выкладывал примеры в таргете там рекламы да там как да спасибо нейромаркетинг такой до своего рода вот и что ты можешь рассказать про тенденции привлечения трафика в рекламе точно что сейчас нужно ребятам которые хотят рекламу запускать там неважно такте в инстаграме на что и нужно обращать внимание как привлекать внимание как это делаешь да вот какие-то кейсы такие вот расскажи как привлекать внимание но тут надо просто знаешь метод спецслужб наблюдения есть даже книга какая-то забыл название но не суть короче тебе нужно наблюдать очень много за индустрией в целом затем кто как что делает ты наблюдаешь находишь какие-то шаблоны поведения этих людей потом легче всего зайти с разрыва шаблона то есть мое название группы это разрыв шаблона вообще всех и по канонам личного маркетинга так нельзя называться скорее всего потому что это типа ну стёпы жесткий да и получается что в целом человеку нужно качать свою личность больше чем ну на мой взгляд чем сразу пытаться например что-то создать креативное то есть вы должны прикалываться в жизни прикалываться вообще во всяких то есть основная суть то что я делаю я прикалываюсь и в контенте я прикалываюсь и прикалываюсь в рекламе и соответственно я не знаю заранее какие цифры это принесет я как-то делал опрос у себя в группе также толчок григорьева там был был просто рекламный тизер с белым пакетом просто белый пакет на рекламе написано нет спасибо и все больше ничего никаких призывов не жми и не успей ничего вот этого нет и я спросил как думаете сколько подписчиков пришло на этот тизер и мне написали типа ну там варианты были типа 100 200 300 тысяч и короче большинство проголосовало типа до 100 человек по факту было больше 1000 подписчиков с этого рекламного объявления и цена была порядка 22 рублей за подписку суть была в чем что это был разрыв шаблона и так как люди многие видят рекламу формате жми успей вот это все у них уже паттерн такой что это мне что-то впаривать будет а там люди из интереса нажимали видели посадочную подписку страницу с рассылкой там у меня рассылка была и уже на ней там информация которая нужна то есть по сути там клики были очень дешевые но посадочной странице было объяснено что это такое там дальше будет что он будет получать и зачем собственно получать и в этом суть основная что по идее по канонам там нельзя делать кликабельную такую штуку но если ты видишь цифры итоговые они офигенные то как бы почему нет можно делать вообще я рекомендую делать и классику и креатив и может быть вообще есть несколько видов рекламы условно и у меня было обучение называлась без б тоже название креативно и как я его придумал объясняю когда мы придумываем рекламу там с командой мы основываемся на том что это очень легко придумывается за несколько секунд если это думается сидится там из себя что-то выжимается обычно это ерунда получается потому что ты начинаешь логически думать что типа чувак надо вот так а если подумать что вот это по факту реклама придумывается за пять минут сама офигенная из моего опыта но надо быть открытому к этому всему и соответственно когда ты это придумываешь быстро у меня в голове родилось типа как мы придумываем рекламу я типа на созвоне с командой горит да вообще без б и вот это и было название без б типа без б придумай рекламу и собственно вот концепция и в целом в обучении которые я делал всегда основывались на концепции ну концепция названия да всегда есть практически то есть у меня еще было название подорожник называлась это мэм да мэм получается известный и ставь лайк если любишь мэмы то есть на основе мэмов можно многие всякие штуки делать то есть получается подорожник это в тоже как в детстве людьми воспринимался подорожник но это типа приложил на рамку там тебя зажило все это было библиотека условно про продвижение вконтакте и тоже по сути от решения всяких разных проблем и люди прикалывались над этим типа приложи подорожник и у меня там кейсы выкладывались типа учеников кто там сто тысяч сделал триста там ну и так далее и я стебался над тем что никита никита приложил подорожник мы наружу ему там клип лепили подорожник это много и вот эта концепция я стараюсь ее везде соблюдать чтобы это было не сразу было понятно в чем вообще штука ну например без б человек думает такой ну и что типа без б но когда он начинает вкуривать всю концепцию он начинает от этого тащиться что-то типа вот так вот круто следующий вопрос я сейчас активно начинаю замечать что те кто там владельцы крупных пабликов контакте там маркетологи там александр чипишко там трикси там ты даже этот антон тум этот потом кадыров они все переходят в инсту причем я-то в инсту перешел три года назад вот значит продолжая следить за всеми этими ребятами за тобой в том числе в комментариях часто я видел такие наши диалоги типа чё когда в инсту перейдем я слышал вообще делаются запуски на 100 миллионов рублей нет все чушь давай останемся вконтакте вопрос в чем почему ты решил перейти в инстаграм в чем отличие vk инсты это как новый юзер да но и за полосы да какие ты видишь здесь как бы особенности площадки плюс и минусы как будто расскажи вообще вот про отличие vk инсты ну вот буквально месяц я начал просто с постов выгружать да я написал за месяц 12 постов на это потратил чистого времени 5 часов основная цель моя была просто начать выгружать инфу которую мне есть в башке и которую я могу дать клевую мощнее а почему ты решил в инсту а почему окей ну смотри таргет вконтакте стал хуже работать это однозначно стал дороже подписчик это первое второе например мы делали раньше разогревы на запусках и вкладывали в рекламу словно 30 тысяч чтобы разогреть свою базу да какому клиенту у которого например 15 тысяч подписчиков вконтакте мы вкладываем тридцатку получаем ну там иногда доходило до миллиона рублей просто на ретаргете и на грамотном прогреве контентом потом со временем это стало падать во первых например цена клика раньше была 10 рублей сейчас стало может 50 рублей цена клика своей базы плюс урезают охват то есть это очевидно что урезается охват у постов раньше например у тебя подписано 10 тысяч человек видят пост 4000 ну половину да нормально там сейчас начинает видеть там тысяча то есть 10 процентов ты заплатил за подписчиков им еще делаешь ретаргет и он стал еще дороже и получается что в совокупности у тебя надо больше вложений при этом ты не получишь тех цифр которые ты получал три года назад и но для меня еще инстаграм это эксперимент в первую очередь во вторую почему я решил то что у меня не было на него времени мне как-то одна смс задавал вопрос типа что-то в инсту давно не пришел ну типа я и так дофига работал с клиентами дофига и так всего было я не нуждался в этом ну и сейчас особо мне так ну типа новый уровень для меня это просто не не типа такое я пришел сюда чтобы здесь там ну короче просто это новый уровень я вижу этот уровень уже достигают многие то есть я пришел по сути на проверенное увидел что здесь крутые чуваки они круто запускаются круче чем вконтакте окей начнем потихоньку тут двигаться то есть не из такого что типа мне очень хотелось прям сюда идти я мог бы и раньше сюда прийти вот так если кратко и в итоге какие ты видишь отличия особенности двух площадок основное отличие зеркало присоединился привет это он меня читает часто пишет мне вот реакции очень часто присылают в том числе вот этот человек зеркало я только имя его не знаю но суть в том что очень часто присылают реакции на истории я вконтакте делал stories и у меня там смотрели и чтобы ну реакцию какую-то вызвать там а-ля ответ хотя бы тебе надо реально жопу порвать чтобы это произошло здесь я пилю stories а-ля там ну я пилил в начале stories и формате выпил кофе там ребята доброе утро подписчики ну чисто угорал так мне писали реакции всякие разные я типа офигел с количества с конверсии взаимодействия людей то есть если условно 100 человек stories смотрят вконтакте ты одну реакцию получишь здесь ты получишь 10 20 и это если ты даже не стараешься если стараешься еще естественно больше вот и это основное плюс именно вовлечение людей ну и уровень здесь у людей блогеров намного выше чем контакте ну аля есть подписчики у кого миллион подписчиков у кого есть 5 10 то есть вконтакте такое у единицы то формате развлекательных пабликов подписаны вообще все то есть здесь уровень самих блогеров намного выше чем в контакте вот и соответственно здесь больше ну маневра в перспективе расти то есть переделав там контент можно вырасти до большего числа подписчиков какие у тебя цели сейчас на инсту что-то сейчас хочешь здесь реализовать я пока в режиме процесса просто прививаясь дисциплину ну аля я вот говорил 12 постов написал за месяц особо не напрягался при этом я работал еще у меня запуск был плюс обратная связь по клиентам ну короче еще не прикурил там у меня был момент где я ну то есть когда курс проводил там обратной связи дофига было но суть в том что даже при этом я смог написать 12 постов сейчас я пока себе прививаю дисциплину написания контента и соответственно пока просто продолжаю я так и рассылку свою начинал у меня была рассылка очень известная вконтакте по как раз там было про рекламу очень много про копирайтинг и все в таком духе соответственно я писал в рассылку полгода контент ничего не продавал потом я просто сделал запуск в легкую вообще и просто продал там нормальную сумму но суть в том что когда я начинаю в режиме тренировки аля я просто выгружаю у меня всегда лучше получается чем когда я стараюсь сразу получить какие-то там цифры потому что от цифр как объяснить критерии моей оценки сейчас это просто постить вот не критерии заработать бабла и мой не был критерий прийти сюда что меня позвали на эфир ты меня сам позвал спасибо тебе большое мне вообще не было критериев что меня где-то там пропиарит еще что-то такое будет если бы я мерил так то я бы скорее всего быстрее сдулся вот ну ты мне просто симпатичен как специалист с тем тем кого что-то считаю крутыми экспертами с теми общаюсь интервью записываю причем я уверен что ну ты не широкого формата такой нашей известности и вообще нет поэтому я ставлю себе еще такую задачу знакомить аудиторию с крутыми спецами такими как ты я в основном работаю с узким сегментом в основном с действующими инфобизорами ну например они там 300 тысяч делают мы можем тогда больше сделать или специалист например делает 100 200 тысяч он может сделать больше то есть я с нулевыми не работаю это нужно ну типа онлайн профессию делать и что такое вот что можешь посоветовать ребятам которые вот ну занимаются таргетингом рекламой там что почитать какие курсы пройти что изучить меня григорием назвали да григорий переименуйся что из рекомендаций первое надо найти клиента с которым вы можете сделать цифровые результаты в виде денег и про это писать контент не просто типа контент они просто клиента мы сделали подписчиков потому что вы упретесь в процесс такой либо вам надо делать дофига подписчиков как в инфобиз таргет вконтакте многие делают типа привели 10 тысяч подписчиков за месяц там можно зарабатывать деньги если вы не можете столько привести подписчиков например ваш лимит небольшой то вам надо работать на деньги то есть на увеличение выручки у ваших клиентов то есть быть маркетологом и он написал что это шутка григорий да константин григорьев меня зовут получается что в целом надо действовать ну зависит от твоей позиции если нравится подписчики и технарства вот это все то идти в количество подписчиков приведение их и соответственно вот это если нравится больше про все типа и скрипты могу докрутить и воронку и там подсказать что-то то маркетолог который увеличивает выручку клиентам вот и там выше чеки естественно то есть зачем это надо чтобы увеличить чек свою за свою работу и работать не с огромным количеством клиентов за 20 тысяч рублей как многие это делают а чек там уже 40 50 тысяч это более чем адекватно и это легко покупают вот как то еще маркетинг попал как начал заниматься этим я уволился с работаем работал менеджером по продажам уволился потому что не выполнил план тогда модную модную были декларации по методу bm короче декларации тогда были модные я написал декларацию аля ребят если не делаю продаж за месяц а за неделю там понедельный план и столько-то то я увольняюсь а у меня не было там зарплаты я чисто на процент сидел я не сделал план но это получается было решение декларацию написать не просто так уже тогда все шло на нет и декларация это было просто такое и получается написал план не выполнил не хватило тысяч тридцати до плана и я в итоге уволился 10 тысяч рублей мне в кармане было и одна из рекомендаций на одном курсе александр зайцев мне порекомендовал тогда это чувак в инфобизе еще лет 10 назад наверно пришел но суть в том что когда он мне сказал одну фразу очень клевую типа я уволился с тридцатью тысячами рублей сейчас у меня рекламное агентство там троллевали все нормально я в этом мысле мне очень понравилось тогда перед тем как я еще уволился я подумал типа ну ничего страшного что-то разберемся это было получается 2014 год где-то и получается октябрь примерно получается я тогда на авито размещал объявления мне платили за размещение объявлений то есть я писал тексты объявлений делал картинки и нет за это платили там пару тысяч рублей за 100 объявлений короче тысяч 8 месяцев я зарабатываю на таргете вконтакте решил делать его и плюс инстаграм у меня тоже был пару клиентов и получается я вот так работал достаточно долго примерно год там за чеки три пятьсот семь тысяч за работу в месяц потом типа 15 стало примерно через год можно было сам сам обучался таргету или там какие-то курсы проходил я как-то вообще в таргетинг пошел ну сначала я просто знакомый который в этом разбирался и я ему сказал давай эти клиентов найдем ты сделаешь я буду продавать окей он типа начал делать я просто написал пост мне там было условно 300 друзей написал пост типа возьмем за отзыв поработать ну наработка отзыва да с вас только рекламный бюджет приводим подписчиков вот как ты обучился обучился этому как сначала был другой в этом разбирается а потом я стал ну тогда уже бесплатные курсы были какие-то я уже не помню и потом еще мне подарили курс одного чувака я еще прошел еще его сделал мне не было денег тогда даже купить курс собственно вот и его прошел получается примерно через полгода уже практики я еще курсов прошел вот и естественно скилл стал повышаться потом еще курсы стал покупать всякие разные и соответственно качаться в этом вот я за ну на миллион триста уже курсов купил за вот это время получается все купилось многократно и очень часто люди которые покупают курсы думаешь только в деньгах купаемость на самом деле окупаемость еще в скилле вашем то есть если вы начали быстрее делать что-то это экономия вашего времени ваше время денег стоит соответственно если вы начали быстрее писать контент значит вы пишите его не за час а за пол полчаса вашего времени сколько стоит вот в экономия денег сколько много за год то есть не все окупается прямую деньгами у кого проходил курсы тоже неизвестный чувак виктор орлов это по нлп копирайтинг копирайтинг самые топовые у него оттуда значит да вот эти фишки с типа там влиянием на эмоций на пользователя там многому я научился да у него у него закрытое обучение он неизвестный ну типа в узких кругах только вот еще я проходил у захаряна по запускам сделал собственно свой первый запуск при помощи него вот потом еще стал делать ну там то есть пошло-поехало вот такое еще много я проходил у макулова по психотерапии покупал ну а-ля общие курсы не личную работу по еще покупал учипишка тоже по копирайтингу то есть я в основном у разных людей покупаю в чем они крутые и я не беру там не стреляю из пушки по воробьям если чувак крутой в одном то я вот беру вот основное его направление в основном классный подход молодец да и получается просто пазл складываешь я недавно про этот пост тоже писал типа сколько вы бабла вкладываете в условно в курсы чтобы зарабатывать больше чтобы качать навыки и чтобы это но я проценты примерно держу 50 процентов я вкладываю в курсы которые принесут мне бабла напрямую ну а-ля там создай оффер вот это все там 30 процентов скилл ну а-ля научусь писать заголовки там копирайтинг вот это все картинки и 20 процентов в работу с башкой вот и вот так такое распределение позволяет что ты растешь не только типа умею продавать но и умею делать и тогда естественно ты на рынке больше можешь брать за работу да все качаешь и соответственно курсы могут быть не только условно про копирайтинг можно много всего брать и можно брать не только с этим связанное можно даже погрузиться в какую-нибудь целеполагание курсы то есть много всего же есть самое главное понимаете что вот нужно тебе вот это ну или ты понимаешь у тебя проседает например вот это значит надо идти туда окей подтянул следующее ну то есть как сейчас метафору короче не у кого-то страдает визуал да там фотки окей надо идти к фотографу у кого-то страдает тексты надо тексты вот ты еще писал свои книги про то что ты вложил свои шмотки типа две 2 миллиона рублей но это как бы естественный этап когда ты уже переходишь и вот при помощи этого ты еще там достигаешь каких-то вершин ну да это как работа с состоянием то что не знаю как у тебя у меня знаешь всю жизнь была так что я всем все типа покупала всем старался угодить на себя вообще нифига не тратил какой-то такой типа жертвизм такой всю жизнь был вот и там вот последний год когда я тоже это описывал в книге когда там и в больнице полежал там и куча проблем было всякие там с финансами со здоровьем я как -то знаешь пересмотрел позицию что типа если я что-то делаю то прежде всего я делаю для себя а потом уже там для там родственников людей там еще для кого-то встречал сопротивление со стороны людей которые когда ты по-другому стал жить слушай ну много кто отвалился из ближнего круга да потому что ну естественно люди привыкают знаешь как бы к какому-то то есть они даже как пиявки то есть они с тебя сосут эмоции да там вот и они как бы думаю что это как бы по умолчанию так и должно быть вот но когда ты как бы обрубаешь этот вот условно источник да там энергии да то что делишься естественно людей это напрягает потому что им надо им надо другую жертву условно найти из которой вот это все сосать да там энергию внимание поэтому да ну какие-то люди отвалились но я просто для себя четко понял что если я вкладываю в свое состояние то из нового состояния я более эффективен и более продуктивен то есть вот это мне прямо сайт пришел то есть казалось бы да там немногим не писали типа отчеты не вложил 2 миллиона в криптовалюту я думаю о чем это дало это по сути ну крыси на бега были бы замкнутый круг то есть из двух миллионов я бы сделал условно там за 4 и чё дальше ну вот они лежат 4 миллиона я-то от этого не поменялся никак вот про состояние однозначно есть такая тема пост например я бывает пишу пост за 15 минут это в хорошем состоянии если у меня мозг устал и я уже вынимаю то бессмысленно писать практически он будет во-первых слабый по эмоциям по энергии и люди это чувствуют и часто вопрос который мне говорят типа я написал пост мало лайков или там директолог один он болел и писал посты и сразу видно просадку по лайкам по комментам и по обращениям хотя вроде правильные вещи написаны но это прямо отражается очень сильно это как знаешь это как вот я когда у а я заработал был период времени когда он путешествовал то сумма во время моей работы там я застал когда он еще был ну ездил по странам разом и он делегировал введение блога вконтакте команде классика и у меня короче однажды скриншот прикольный сделок врач он не пишет вконтакте а я стипа г-макса можешь а можешь мне подкрутить лайков и комментариев потому что сейчас в одну типа публиковал пост в сообществе вк у меня там типа 100 100 тысяч подписчиков а всего там что-то там 10 лайков и два комментария я круче ночью накручивал лайки комментарии и как бы чмой говорят типа если вы ведете свое сообщество как бы делитесь там мыслями то надо делиться именно вашими мыслями да и именно вот не из под палки да это они они ощутят что это не вы написали либо они ощутят что вы это делаете по медиаплану они потому что у вас там что-то вот что-то интересное хотите поделиться это прям реально видно но в контент плане стоит вшивать вот эти штуки например что произошло недавно у вас из жизни и как это пересекается с вашей работой у меня вчера был пост буквально я вчера ходил в химчистку там передо мной тетя стояла и скандалила с другой ну что ее куртку задержали я типа такой смотрю на это и говорю у меня типа тоже куртку задержали и она начала еще сильнее орать а я подумал что это ее поддержит ну типа что не она не она одна такая она начала орать и я написал пост про то что вот эту ситуацию описал и что хорошо что я работаю со спокойными людьми которые могут спокойно все решать и собственно вот эта связка жизнь плюс работа и вот такие посты очень прикольно транслировать такое можно периодически постик еще такой вопрос и задам ну у меня сложилось впечатление даже не впечатление ну для меня это уже факт что аудитория аудитория вк и аудитория в инсте абсолютно разные то есть абсолютно да то есть значит ну без обид но я вк сам долгое время сидела я сам начинал с вк паблик там сообщества да там там 5000 подписчиков вот но я просто осознал что вк это значит такая вот площадка как будто ты попал блять пятый класс то есть на что вот тебя чмырят на тобой издеваются тебя в тебя плют и я не знаю там кидают тебя блять знаешь там блять эластик там блять пиджак кидают вот такое ощущение вот а в инсте знаешь вот в инсте как будто блять все как-то с позитивом то есть это знаешь это мне напомнило когда первый раз приехал за границу это разница между блять крымом или сочи там 20 назад да там как бабушка ездил и когда ты первый раз приехал во францию или в италию то есть люди улыбаются там нормальные там как-то вот общение да там вот все все как-то по-человечески вот нет у тебя такого же ощущения нет видимо то что я стебусь сам стебусь угораю для меня это такое но здесь меньше ну за месяц сильно не почувствовал видение контента но пока ни одного хейтера так что я его жду чтобы постебаться над этим потом его тут реально реально вот его тут объективно меньше мне просто интересно почему то ли этом вот мы с кадыровым это обсуждали то ли это потому что сам формат площадки другое то есть он ну там ну как бы сами платформы разные да и сходя из платформы люди себя по-разному ведут я недавно с психотерапевтом общался который активно прям вел инсту но он там прям мощно зашел но суть в том что он мне рассказал что люди в инстаграме которые смотрят на клевые фотки условно других не выдерживают и выходят эти потому что зависть сложно наблюдать за тем кто там на тачках крутых катается потом то есть мне кажется отсекается аудитория по путем того что когда ну не выдерживаешь уровня условно крутых чуваков и поэтому выходят наверное эти люди многие ну да потому что если ты видишь много же тут тут по сути я вот зашел да ну чё я там съездил на море а смотришь в инсту там и в дубае гоняют и еще куда-нибудь сингапур и понимаешь что тебе до них еще ну как бы идти идти да таких тут очень много и получается что в целом типа планка качества планка качества здесь намного выше поэтому зато интересный момент опять же с тимуром обсуждали что планка планка уровня жизни выше а планка качества контента намного ниже ну то есть вот чтобы чтобы например вот в контакте собрать тысячу лайков нужно там пиздец постараться да какой-то контент прям прям охеренный какой-то выпустить а в инсте достаточно просто красивого визуала каких-то простых истин то есть там у тимур говорит что вот он то что он вк публиковал здесь публиковать и не все даже понимают что это то есть настолько отличается уровень как бы профессионализма даже в плане маркетинга людей я брать тоже слышал ну возможно это от того что человек не здесь внимание мне кажется более размыто потому что много больше интересных штук контакте ты зашел читаешь пост отвлекающий фактор практически отсутствует только кроме скролла там и stories и прикольные в инсте и еще что то то есть есть более интересные штуки и возможно из-за этого люди не вникают в полезный контент и их внимание соответственно размывается ну да интересная мысль да какие сейчас планы на ближайшее время то есть что хочешь сейчас там сделать за там какой-нибудь может там большой запуск либо новый курс либо вот какие у тебя сейчас планы на жизнь на бизнес я запускаю основной продукт раскачка личных страниц для специалистов кто уже с опытом обычно это специалист от трех лет опыта в маркетинге и он начинает как писать контент при помощи меня в контакте инстаграме он обычно пишет и получает клиентов вот обычно делают плюсом 100 200 тысяч заходили миллионеры ну аля там чувак миллион делает начинает писать контент может делать там больше денег потому что ну как я говорил раньше умеет зарабатывать ему проще зарабатывать и у него визуал уже крутой условно чувак у которого есть крутая тачка ему проще продавать чем у которого нет тачки вот ну люди социально доверить да но подтверждение что он уже крутой вот но и получается вот такую штуку и дело контент пишет легкий ну аля суть в чем что я раскрываю человека контент-план это вопросы серия вопросов он отвечает на них и понимает насколько крутая услуга и он начинает его продавать вот начать продавать его контент круто ну давай еще последнее на рекомендуешь почитать посмотреть поизучать ребятам которые эфир будут смотреть почитать книгу макса белоусова я почитал половину глав я выбрал для себя интересные я все не читал то есть какие-то моменты выбрал прочитал сейчас насколько про копию мне понравилось больше всего будь собой не копий потом про твой путь про музыку мне понравилось наш мне музыка в целом нравится и я тащусь от музыки зарубежной именно урока всякого и в целом мне интересен даже многих кого я покупал у нас музыкальные вкусы совпадали то есть даже такое было то есть если чурки рок там тащишься зарубежные я прям и мне тоже нравится вот и очень часто у меня был клиент вот такое ответвление я занимался тогда боксом тоже как ты сейчас но ты цель себя поставил я просто типа фигачил чтобы расслабон был до цель моя была расслабон я пару лет фигачил писал про этот контент и но с тренером занимался и ко мне пришел маркетолог который продвигал элитную школу по боксу и соответственно говорит давай поработаем вижу что ты сам в теме ну я сделан контент план они зафигачили и получилось что плюс 300 тысяч они сделали за месяц на акции там просто контент написали даже и таргет так ведь таргет там был но суть в том что я был потребителем услуги и соответственно мне легко было понять как это продать вот а чё порекомендую книгу макса пишите ему прямо сейчас личку книги заканчиваются время что еще зависит от слабой стороны но ее лучше развивать например и если понимаешь что у тебя фотки слабые сходи на фотосессию как конечно слабые фотки сделаны на телефон между делом сижу в кафе пью там чай вот это не очень фотографии лучше сделать их ну с фотосессии можно сделать репортажную съемку заказать аля иду гуляю тебя клёво фотку например у меня было в праге я приехал в прагу заказал фотографа русского просто нашел в группе контакте в бил типа фотограф прага меня нашелся фотограф который из белоруссии туда переехал там живет короче у нас отфоткал офигенно у меня фотки там до сих пор есть офигенные клёвые в праге вот и не то чтобы я сам фоткал на этом мосту который там этот известный я уже не помню название но суть в том что я бы так не сфоткал но вот он нам сфоткал там 200 фотографий клёвых вот и один из лайфхаков получается ну таких для меня открытий когда едешь путешествовать заказывать там фотографа вот прикольно да что обычно ты просишь у тебя сфоткали либо там девушка жена фоткает это все криво косо ну еще момент который я прям кайфанул мне хотелось там условно пить пиво да там кстати с ретаром прикольные пиво доставляют железной дорогой ты сидишь у тебя столик и рядом уже дорога привозят пиво в вагончиках это кишка туда хрен попадешь но вы туда утром попали в десять утра то есть в шесть вечера вообще нереально там просто очередь такая с улицы стоит все хотят это да и сейчас о чем я говорил то сбился фотографии фотосессии да фотосессии однозначно это у многих страдает потом по контенту можете коучем идти главное основное вот например кто опытный уже там пару лет работает у них основное что они не понимают что они делают то есть основной запрос когда вот приходят ко мне на конец обучение аля я делаю я размещаю объявление на авито например человек не я говорю ты не размещаешь объявления видов ты привозишь клиентов при помощи авито то есть результат да и многие ребята которые я делаю сайты ты не делаешь сайты ты создаешь машину которая приводит заявки ну то есть клиентов да не процесс ты продаешь результат и соответственно многим нужно посмотреть то что они делают и условно если ты делаешь рекламу например ты не продаешь под ну ты можешь продавать подписчиков а ты можешь продавать еще я помогу продать вашим подписчикам ну такое а потом у вас цифра появится например я помогу продать вашим подписчикам на миллион рублей больше чем сейчас например но это исходя из твоего среднего опыта вот то что я сказал например у меня там средний результат те, кто пишет контент 3 раза в неделю, плюс 100-200 тысяч в месяц. Соответственно, это усредненно. Есть как там и 500, кто делал за месяц, тысяч, есть кто и 30 делал, то есть усредненно у меня вот такое получилось. Вот. Что еще порекомендую? Надо, короче, если для опытных прям брать, это прямо рекомендую собственная упаковка, первое. Второе, это распаковать себя при помощи коуча можно, при помощи можно распаковать всяких чуваков, там, по пиару, который вот этим занимается. Потом контент начать лучше делать тем, кто больше 3 лет работает. Кто до 3 лет работает, лучше в навыки вложиться и качать навыки, которые влияют клиенту на прибыль. Именно эти. Не, типа, научу шрифты подбирать быстро, там, за 5 минут это процесс, а который навык поможет твоему клиенту заработать больше бабок. И за счет этого растет твой средний чек, и, соответственно, тебе проще зарабатывать достаточно денег при помощи не такого большого количества клиентов. Типичная ситуация первых, кто 2 года работает, они работают с 10 клиентами, тратят на них 12 часов в день, устают, как лошади, и потом сразу вспоминается про бессмертного пони, вот этот стишок известный. Короче, получается, что много работают, эффективность выхлопа маленькая, маленький чек, и из-за этого хотят все бросить, хотя по уму прийти на уровень, когда ты увеличиваешь чек и увеличиваешь качество клиентов. И клиенты приходят именно за тем, чтобы сделать больше денег, а не больше условно не Яндекс.Метрику настроить. Не за процессом приходят, а за результатом. Вот. Ну вот так. Круто, круто. Спасибо. Я уверен, что эфир был полезен для многих. Вот, спасибо, что пришел. Вот, надеюсь, что еще увидимся вживую уже. Буду ждать тебя на встрече в Москве. Да, спасибо за приглашение. Приходите к Максу еще раз, минутка пиара. К Максиму приходите, ссылку просите у него, живое мероприятие. Какого числа? 17 декабря в Москве всех собираю, да. Да, 17 декабря. Пишите Максу кодовую фразу 17 декабря прямо сейчас. Он вам вышлет все, что нужно. Вот. Все, спасибо вам. Спасибо большое, что пообщались. Все, круто. Все, счастливо. Да, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok